Кинематограф — это программное стихотворение Левитанского. Оно очень интересное, и оно фактически, как и все его стихи, о каждом из нас. Это город, еще рано, полусумрак, полусвет, а потом на крышах солнце, а на стенах еще нет. А потом в стене внезапно загорается окно, возникает звук рояля, начинается кино. И очнулся, и качнулся, забертелся шар земной. Ах, механик, Бога ради, что ты делаешь со мной? Этот луч прямой и резкий, эта светополоса заставляет меня плакать и смеяться два часа, быть участником событий, жить, любить, идти на дно. Жизнь моя, кинематографа, черно-белое кино. Кем написан сей сценарий? Кто сей странный фантазер? Этот ровно гениальный и безумный режиссер, как свободно он монтирует различные куски, ликоварья и отчаяния, веселья и тоски. Он актеру не прощает плохо сыгранную роль, будь ты комик или трагик, будь ты шут или король. И как трудно, как прекрасно действующим быть лицом в этой драме, где всего-то между началом и концом два часа, а то и меньше, лишь мгновение. Я не сразу замечаю, как проигрываешь ты. От нехватки ярких красок, от невольной немоты ты кричишь еще беззвучно. Ты берешь меня сперва выразительностью жестов, заменяющих слова. И спешат твои актеры, все бегут, они бегут. По щекам их белым-белым слезы черные текут. И слезам их черным верю, плачу с ними заодно. Жизнь моя кинематографа, черно-белое кино. Мы накапливаем опыт и в течение этих лет, хоть и медленно, а все же обретаем Звук и цвет, звук твой резок в эти годы. Слишком грубые голоса, слишком красные восходы, Слишком синие глаза, слишком черные от крови на руке твое пятно. Жизнь моя, начальный возраст, детский нашего, детство нашего кино. А потом придут оттенки, а потом полутона. То умение, та свобода, что нам в зрелости дана. А потом и эта зрелость тоже станет в некий день Действом первым, началом тех, кто будут после нас жить, Участвовать в событиях, петь, любить, идти над смертью. Жизнь моя, мое цветное, панорамное кино. Я люблю твой свет и сумрак, старый зритель. Я готов занимать любое место в тишине твоих рядов. Но в великой этой драме, будь ты шут, Нет, но в великой этой драме, я со всеми на ровне, Тоже в сущности играю, рой доставшегося мне. Даже если где-то с краю перед камерой стою, Даже тем, что не играю, я играю роль свою и участвую в сюжете. Я смотрю нас со стороны, как текут мои мгновения, Мои годы, мои сны. Как сплетается с другими эта тоненькая нить, Где уж мне, к сожалению, ничего не изменить. Потому что в этой драме, будь ты шут или король, Дважды роли не играю, только раз играю роль. И над собственной ролью плачу я их хочу. То, что было, то, что знаю, я в одно связать хочу. То, что было, то, что будет, помоги связать в одно. Жизнь моя, кинематографа, черно-белое кино. Многое мы находим в стихах Левитанского, Созвучное нашим мыслям, нашим чувствам. У него нет в его стихах пафоса, дидактики, риторики. Он никого не получает. Мы находим ответ на то, что нас всех волнует. Драма людей, вот, например, Собирались наскоро, обнимались ласково, Пели, балагуили, пили и курили. День прошел, как не было, не поговорили. Виделись, не виделись, ни на что обиделись. Шуму натворили, год прошел, как не было, не поговорили. Так и жили наскоро, и дружили наскоро. Не жалея, тратили, не скупясь, дарили. Жизнь прошла, как не было, не поговорили. И вот какие у него строки. «Всего-то и надо, чтоб глядеться, Боже мой, Всего и дело, чтоб внимательно глядеться, И не уйдешь, и никуда не деться От этих глаз, от их внезапной глубины. Всего и надо, чтоб читаться, Боже мой, Всего и дело, чтоб помедлить над строкой, Не пролеснуть, не торопливую рукой пролетать, Не торопливой рукой, а задержаться, Прочитать и перечесть. Давно улеглись по углам Туманы твои метели, Отпели давно, отсвистели. Все лучшие вьюги твои, И снова мне снится всю ночь, Как вьюга вдали завывает, Все влечет в меня, зазывает, Все манит и манит к себе. Были смерти, рождение, Разлады, разрывы, Мирные, разрывы сердец, И распады семей, Возвращение уходы, Было все, как бывало вчера, И во все давние годы. Как мой дом опустел, Все уехали, дом обезлюден. В нем так неуютно теперь, Непривычно и странно, Словно это не дом, а вокзал, Или зал ожидания, Где нет никого, Лишь одни ожидания, Одни ожидания, И уносятся ветром, Попутным куда-то, Все дальше, летящие мимо, Транзитные, Транзитное облачко дыма, И проносятся мимо Мои поезда, Все проносятся мимо. Стихи Левиталского Берут нас полон сразу, Он призывает к неравнодушию, Вот есть строки из разных стихов, Часто я читала, об этом говорят. У всех поэтов, писателей, Есть какие-то потаенные уголки, Особенные, близкие их душам. Для Левитанского Это добрый доктор Чехов. Завидую, опять равнодушие, Завидую, кто крепко спит, Без наведения, И не слышит, Как рядом кто-то трудно дышит, Как не проходит горликом, Как валидол под языком, Сосулькой мартовской тает, И все, дыхания не хватает. Завидую, кто крепко спит, Не видит снов, И быстро пишет, И ничего кругом не слышит, А если слышит что, То пишет не о том, Левитарский пишет, Левитарский пишет именно о том, Где-то в городе белом, Над белой рекой, Где белеет над крышами белыми дым, И от белых деревьев вело, И в этот час по ступенькам, Как горы крутые, Как его пролетевшая жизнь, Поднимается он тяжело, Он в передней привычное снимает пальто, И никто не встречает его, И никто с ним не делит его вечеров. Здесь когда-то его обнимала жена, А теперь обнимает его тишина, Этих белых, как снег, вечеров, А на двери железная ручка звонка, И железные буквы над ручкой звонка, По округам прошу повернуть, А друзьям не досуг, Не звонят, не стучат, И весь вечер железные буквы кричат, Повернуть, повернуть, Надо срочно по улицам белым бежать, Заставить звенеть, Дребежать по забытый Друзьями звонок. В торопях Прибегаем, Пробегаем знакомый Звонок, А потом покупаем В складчину Венок, А нужен был Только Звонок. Девитарский Описывает события так, Словно они происходят Теперь, Сейчас, Это сейчас идет на дно Титаник, Это сейчас горит Огонь желтой лампы В мезониме Чеховского дома. Когда Говорили, Что поэт в России Больше, чем поэт, Левитарский Это высмеивал. Он мне больше, чем поэт. Левитарский Поэт. Все проходит В этом мире Снег сменяется Дождем Все проходит Все уходит Мы пришли И мы уйдем Все проходит И уходит В никуда Из ничего Все пройдет Но Бесследно Не проходит Ничего Я хочу Доставлять вам Радость Писал Левитарский А как Я бы Сделался Почтальоном Вы понимаете Мечта Доставлять Людям Радость Когда Для некоторых Особенно В наше время Считают Будем Сначала Писать Стихи Заработать А потом Жить Для Левитарского Это неприемлемо Для него Жить Это значит Писать Стихи Одно Неотделимо От Другого Стихи Недаром Прошел Левитарский Дорогами Войны Всю Европу Он Замечательный Переводчик И он Перевел Фернандо Пессона С португальского Бертольда Префта С немецкого Он Он Перевел С чешского Гулана Лацо Новоместского Сословенского Дзюл Книги Книги Переводов Он Сохранил Своих Переводов Национальные Особенности Этих Поэтов Это не Значит Что Левитарский Знал Эти Это он С подстрочника Писал Эти Переводы Есть у него Замечательная Книга Кстати Она есть Здесь В Ломоносовке Вот В 90-х Когда я Занимался Левитарским Я Брала Эту книгу Книга Пародия Это Пародия На Всех Нами Знакомых Поэтов Вот допустим Он пишет О зайце О курице Ряды Как бы Это написал Вознесен Перед Тушенко Ахмадулина Ахуджава И многие Другие Причем Это написано С такой Добротой С таким Уважением К стилю Каждого Поэта Вы Не знаете Какой Это поэт Но вы Читаете Эту курочку Рябу Во всех Вариантах Сразу Видите Что Вот это Ахмадулина А вот Вот это Итушенко Изумительная Эта книга Пародий Вышел Завчик Погулять Да Вот это Да Морковь Ее дорожить умеете На тихо Хотя Левитанскому Живется Плохо Но он знает Что он Никуда Никогда Не уедет В молодости Он описал Грустные стихи Остается Напоследок Несколько Друзей Да Хорошо Еще Если Есть И вот Изумительное Его Стихотворение Это вот Тоже Так будто О каждом Из нас Все уже Круг Друзей Тот Узкий Круг Где Друг Твоих Моих Друзей Мне Тоже Друг Где Брат Моих Друзей Мне Тоже Брат Где Враг Моих Друзей Мне Враг Сто Крат Все Уши Круг Друзей Знакомых Лиц И Дружественных Рук Все Шире Круг Потерь Все Глуши Зов Ушедших И Умолвших Голосов Уже Могу Друзей По Пальцам Счесть Да И то Спасибо Если Есть Но Все Плотней С годами Все Плотней Невидимых Разрывов Голоса Но Все Трудней С годами Все Трудней Вычеркивайтесь Книжки Адреса Вычеркивайтесь Книжки Имена Вычеркивайтесь Книжки Времена Как Вычеркивайтесь Навечно Забывать Вычеркивайтесь И времена, которым уже больше не бывать, вычеркивать, вести печальный счет, последний счет вести на чистоту, как тот обратный медленный отсчет перед полетом в бездну, в пустоту. Когда уже... Прощайте нас совсем. Когда уже спасибо, если есть. Последний раз вычеркиваю семь. Последний раз отбрасываю шесть. Последний раз отсчитываю пять. И до конца отсчитываю вспять до той черты, когда уже не вдруг четыре, три. И так распался круг. Распался круг. Прощайте. Круга нет. Спокойное движение планет по разобщенным эллипсам орбит. И пустота. Ее холодный лик. Все так же грозен, ясен и велик. За два месяца до смерти Левитанский посетил Израиль. Он был в Тель-Авиве, в Бершеве, в Хайфе, в Иерусалиме. Сидя на берегу Средиземного моря, он говорил, он должен был перед смертью это увидеть и здесь побывать. Превозмогая боль, он прошел дорогу и Христа до Голгофы. Затем медленно спустился по ступенькам вниз, периодически отдыхая, к стене плачет. И долго-долго писал записку. Потом ее аккуратно сложил и положил в стену. Мы уже никогда не знаем, что он написал. Когда уйду, глаза смежив наверх, придай меня, мой друг, в земле сырой. Там, где-нибудь, в пространстве этих век, в пространстве меж Днепром и Ангарой. 25 января 1996 года Татьянин День, Елитарский, был в мэрии, где обсуждался вопрос Чечни. Ему стало плохо, и он умер. Между Днепром и Ангарой хоронили Левитанского. Последнего поэта русской классической традиции. Его хоронили на Ваганьковском кладбище. Выступали Евтушенко, Вознесенский, Розанов, православный священник, Поздняев, литератор. Потом несколько точных, проникновенных слов Произнес старый Равин в длинном пальто моды 50-х годов. Он читал текст из маленькой книжки на древнееврейском языке. Но все понимали, эти тексты у всех общие. Поэтесса Кузовлева позвонила, и трубку взяла Ирина. И она сказала, что ему стало плохо на собрании. Ирина спросила, он жив? Она бросила труппу Кузовлева. Затем снова Ирина позвонила. Ирина спросила, он жив? Она сказала, нет. Невозможно передать, что происходило с Ириной. Она была в таком шоке. Она так рыдала все ночи, что пришла соседка ее утешать и сказала, что у нас в деревне говорили, за такой смертью в очереди стоят. Приехала ей, пошли в ход психиатры. Приехала на 9 дней ее мать. И ругая ее, сказала, ты же знала, что он на 44 года, Тебя старше, мол, чего убиваться. Вообще родня была против этого брака. За то, что жил, добыл. За то, что ел, допил. За все внося, как все, Согласно общей смете. Я разве не платил все за пребывание здесь? За то, что я гостил у вас на белом свете? За то, что был сюда поставлен на постой, случайностью простой, и вовсе не в облату. Я разве не вносил со всеми наравне Предписанную мне пожизненную плату? Спасибо вам за все. Спасибо вам и вам, родевшим обо мне, И мной повелевавшим. Хотя при всем, при том, Я думаю, что я не злоупотребил Господь, гостеприимством ваше. Осталось все про все, Почти что ничего. Прощальный свет звезды, Немыслимо далек, Почти что ничего. Всего-то, пустяки, Немного помолчать, Присесть перед дорогой, Я вас не задержу. Да, да, я ухожу. Спасибо всем за все. Спасибо. Счастливо оставаться. Хоть признаться, Я и не предполагал, Что с вами будет мне Так трудно расставаться. Когда уходит человек, В короткий этот миг И небо рушится, И земля рушится, И только не видно это, Со стороны. Некролог подписали Все выдающиеся поэты И писатели, Я их перечислять не буду. Материалы некрологов, Я прочту вам все три, Я доставала В библиотеке Крупской, Там хранятся газеты Очень давних пор, Литературные. Именно сейчас. Да, я брала это в 90-е годы. Левитанский не разу Мне поставил под сомнение Репутацию одного из самых Серьезных Взыскательных мастеров В своем цели. Он оставался верен Своему делу, Привязан ему. Он был великодушен, Ироним. Он один из немногих, Кто учился в их линии. Он один из немногих, Кто с равным блеском Показал себя и в поэзии, И в переводах, И в эссе. Он один из немногих, Кто не побоялся В лицо власти Сказать вот что. Когда в 95-м Ему вручили государственное Время в России Ельцин вручал, Он ему сказал, Что война в Чечне Безнравственна. Еще одно место Русского поэта Не будет никем занято. Ушел Левитанской От неравнодушия. Человек, Прошедший всю войну, Закончив его В Лермонтовском чине лейтенанта, Умер от сердечного приступа На собрании, Обсуждавшем вопросы войны в Чечне. Один из последних Ефлифцев Разделил их общую судьбу. Его виолончельная нота Осталось звучать В пространстве Исполком Центра Пен-клуба Российского. Микролог из Израиля Левитанского больше нет. В это Невозможно поверить. Не прошло и двух месяцев, Как он впервые посетил Святую землю. Где Собрались любители поэзии И слушали его стихи. Его стихи всегда будут чтить В Иерусалиме, В Тель-Авиве, В Хайфи, Во всех Городах Израиля, Где говорят по-русски. И значит, Читают стихи. Исполком Писателей Израиля Соболезнования родным и близким От имени Исполкома Русскоязычных писателей Ваух. Он, кстати, У нас учился На геологическом факультете. А если ты Дом Покидаешь, Включи звезду На прощание Четыре свечи, Чтоб мир Без вещей Освещала она Во свет тебе Глядя На все Времена. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ